Приветствую вас. Не сложно догадаться, что вы скорее всего та, кто любит мужчину, который терпит измену супруги на протяжении нескольких лет, и та, кто надеется, что этот мужчина будет с вами. Я вас хочу огорчить, вы оказались в треугольнике Карпана, можете поисследовать его самостоятельно, в интернете есть информация. Но я вам хочу сказать следующее, что зависимость является основной и главной причиной, по которой человек терпит измену. Именно зависимость. Зависимость. Это ключевой момент. Дело всего в том, что многие мужчины просто не могут уйти, да, от твоих жён как раз таки. не уходят от них и так далее. Именно по той причине, достаточно простой причине, что не хотят или боятся что-то в себе менять. Боятся менять свою жизнь, боятся менять свой быт, который, ну, есть у них. И из-за этого, получается, такие вот, не самые лучшие, мягко говоря, ситуации. Вот. Поэтому, собственно, мужчина, он, скорее всего, не уйдёт. Скорее всего. Я знаю, что вам, вероятно, это будет неприятно. Я думаю, что вам, вероятно, это будет неприятно слышать подобные вещи. Но мужчина, скорее всего, не уйдёт от жены. Он, скорее всего, так и будет терпеть измену. Я надеюсь на то, что, ну, надеюсь на то, что ситуация изменится. Надеюсь на то, что она перестанет им изменять. Либо просто ожидающих чего-то, просто надеюсь на что-то непонятное на что. Вот. Здесь такая, ну, довольно банальная ситуация на самом деле. Вот. Так что, вот, такой ответ можно, в принципе, вам дать, если мы говорим про эту ситуацию. Здесь ещё есть достаточно важный момент. Дело в том, что знание о мотивах мужчин вам самой ничего не даст. Вот именно вам. Вы не станете от этого как-то спокойнее. Вам не станет от этого комфортнее. Вот. Потому что вы не доверяете себе. А вот здесь вот, ну, вот, в данном случае, да, вы себе не доверяете, к сожалению, к моему большому. Вот. И, соответственно, если вы себе не доверяете, да, то, ну, понятно, что любой человек, ну, не любой прям человек, но, скорее всего, мужчина. Будет, ну, вот, как-то, вас, значит, удерживать, неважно силой или, там, непрямой манипуляцией. Вот. То есть это то, что вам нужно самой прожить. Это то, что вам нужно самой признать, что этот мужчина не ушёл сразу, он, скорее всего, не уйдёт. И дальнейшее, как бы, вот, нахождение с ним в отношениях, да, идёт вам не на пользу. Вот. Такая вот история, неприятная, да, но правдивая. Я по крайней мере надеюсь, что вы в этом, ну, увидите, увидите тоже. Не, я надеюсь, прав, прав. Вот. Потому что, вот, обманывать не сходят, знаете, в мои планы. Вот. Надеюсь, я смог ответить вам на вопрос, который задаёт, что есть, имеется в виду, что, я надеюсь, смог ответить вам на вопрос по поводу того, что, эм... Удерживает мужчину. А, вот, э, ну, его, ну, вот, в отношениях с, э, значит, э, женой, которая его, в данном случае, не... не ценят. Вот. На этом всё. Я надеюсь, э, что, э, я помог вам. Э, я очень надеюсь, что вы найдёте выход из, э, своей ситуации. Я также надеюсь, что вы изучите, э, треугольник Кёрпмана и, обратитесь к психологу для, миоммм, миним... взобратами для себя в этих отношениях, вот. Удачи вам, всего самого доброго, и я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что вы, да и никто не заслуживает быть не единственным партнером в жизни человека, то есть я имею ввиду, что вы, например, вы заслуживаете того, чтобы быть единственным в жизни своего мужчины, который, ну, захочет быть сван. И любой мужчина заслуживает того, чтобы быть единственным в жизни своей женщины. Поэтому я боюсь, что у всех у вас, у вас, у вашего мужчины, у его жены и у мужчин жены проблемы с самооценкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова